Согласно программе «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан», разработанной главой государства по всей стране проводятся агитационные и духовно-просветительские мероприятия под девизом «Новый Узбекистан – новое мировоззрение». Подобное мероприятие состоялось 24 августа во Дворце культуры Металлург для жителей Алмалыка. Основная его цель – эффективная передача сущностей и значимости комплексных реформ в нашей стране, укрепление чувства причастности к реформам, а также укрепление национальных и общечеловеческих ценностей. Открыли мероприятие выступления приглашенных гостей главы областного отделения Центра духовности и просветительства Республики Ироды Мухаммадазизовой, героя Узбекистана Саидали Рахмонова, начальника лаборатории цинкового завода АГМК Наргизы Атакуловой и основателя клуба «Закават» АГМК инженера-рудника Каульды Сарвара Абдуджалилова. В своей речи спикеры обозначили важность подобных мероприятий, поскольку они способствуют укреплению национальных и общечеловеческих ценностей, а также поделились собравшимися своим опытом и личным вкладом в развитие и процветание Родины. В ходе мероприятия анализировались инициативы и послания президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева парламенту. Отмечалось, что последние четыре года в истории страны стали периодом коренных реформ, масштабных изменений и обновлений. Начавшийся в стране процесс перемен мировым сообществом был отмечен как феномен нового Узбекистана. И этому есть причины. За данный период Узбекистан продемонстрировал мировому сообществу потенциалы и возможности во многих сферах. Все это является результатом прагматичной внешней и внутренней политики. При этом верховенство интересов народа, полноценная защита прав человека и свободы слова определены как главные приоритеты национальной стратегии развития. Вопросы искоренения принудительного и детского труда, создания справедливой и конкурентной среды для бизнеса, бескомпромиссного противодействия коррупции и обеспечения гендерного равенства также на практике подняты до уровня государственной политики. Для собравшихся в зале была организована культурно-развлекательная программа выступления вокальных и эстрадно-танцевальных коллективов. Подобные встречи планируется проводить на постоянной основе.